все красавица красавица все и и и и всем привет наконец-то я с вами здороваюсь сейчас времени почти 15 часов я была дома долго сейчас расскажу вам мои дела какие мои дела утром я отвела детей в садик приехала на 9.30 на урок и мама моей ученицы косметолог я к ней была записана на консультацию сегодня чтобы вы понимали я не люблю и боюсь косметологов я к ним не хожу поскольку все вокруг говорят мне как я хорошо выгляжу всю жизнь и только косметологи смотрят на меня грустными глазами и начинают меня отчитывать и ругать и комментировать какая тонкая кожа какая она обезвоженная как все плохо и что же будет позже и всегда и сегодня тоже я выхожу оттуда с реально дурным настроением поэтому я не снимала вам видео ну понятно профессиональный взгляд ну наверное это чересчур профессиональный взгляд я сходила к косметологу вернулась к дому но это тоже на парнасе вернулась к дому и пошла в красное и белое у меня второй день нету денег на карте слова совсем нет я вам рассказывала про мои кармашки в кармашке есть я даже вышла из магазина и попыталась грасть попыталась перекинуть деньги из кармашка вне кармашек понимаете да из заначки туда где можно тратить интернет не ловил в можете себе представить я не могла купить хлеб сегодня интернет не работал я ничего не купила и порылась сумочки нашла 55 рублей так она заводится мне кстати не очень нравится почему она так заводится потом я пришла домой и вот собственно устроила себе некоторый выходной а косметолога отдельно потому что это уже переболела сейчас уже болит совершенно другая тема на сегодня мы договорились с марселем что он заберет свои вещи ура ура он сказал что он свободен он приедет сначала он написал что приедет в 12 плюс-минус 2 часа это то что меня бесило все эти годы больше чем все что угодно вокруг с ним или не с ним связано я не могу ждать человека в 12 плюс-минус 2 часа в это время ко мне пришли две женщины и купили у меня сковородки квадратную я вам показала с ребрышками на выкид и круглую такую же каждая по 500 рублей ушла я разбогатела на тысячу рублей я молодец мы не знали что мы как мне отправиться в душ чтобы приходил марсель и чтоб я была не в душе я подстраховалась и написала целый список вещей на большом-большом листе где указано что ему забрать и где это лежит поскольку я боюсь что если я буду ходить и показывать то на каждую вещь мы будем ругаться чтобы этого избежать я написала список вот без 10 12 он написал мне что ой что он написал не хочу говорить и что в связи с этим он не приедет не сейчас не через час а приедет он позже опять по бумажкам и собираюсь с вами вот но поскольку он неизвестно когда приедет я сходила в душ сделала потом маску кстати косметолог одобрила маску которая продается в дикси которую я вам показала я думала она будет ругаться что это какая-то плохая маска она сказала нормально все эти маски нормально где мой паспорт о мой паспорт все эти маски нормально не меньше двух раз в неделю короче я уже все сделала и сейчас времени три часа он не приехал не написал и вот как это невозносимо ожидание тем временем у нас нет продуктов я сходила на урок на деньги мне не заплатили потому что деньги мне заплатили вперед за сентябрь эти уроки давно скушены нами я сходила на урок денег нет и я хотела сказать и следующие деньги будут у меня завтра я написала марселю кинь мне 500 рублей сегодня день дошкольного работника он мне написал в чат где я тема и он анна васильевна поздравляю вас с днем дошкольного работника я ему написала принято я написала в качестве подарка забери все вещи ну вот началось он типа заберет а потом я написала или кинь 500 рублей это у меня не получается купить хлеб и яйца но это сообщение не ушло и только когда я уже пришла домой она ушла с интернетом совсем была беда в том магазине в общем когда он получил это сообщение он сделал скриншот своих карт и прислал мне на одной карте у него 12 рублей на другой 30 я в ответ секретную переписку вам рассказываю в ответ я ему сделала скриншот своей карты у меня оказалось 120 рублей представляете а почему я не могла заплатить потому что я то набрала больше и я понятия не имела сколько у меня денег когда у тебя нет интернета то ты не можешь узнать сколько денег на карте в общем денег нет от слова совсем завтра они будут завтра ученик который платит каждый раз я начинаю думать что мне не надо чтобы платили вперед пускай мне платят каждый раз а учеников то совсем мало учеников у меня четверо сейчас простите что меня не видно сейчас меня будет видно учеников четверо и почти все они берут уроки раз в неделю вот какая история так что что-то расписание не складывается конец сентября ничего не не укомплектовалось настолько насколько я хотела но пишут мне по объявлению люди мы не можем выбрать с ними время то есть они хотят вечер если я спущу барьер свой и разрешу себе брать вечером то у меня будет все заполнено вечерами но я так не хочу я через чур устаю вечером я вообще абсолютно неадекватно и детей тоже надо видеть своих а дети дома только вечером так что вот я вам рассказала сейчас что у меня напряженное ожидание марселя было я понервничала и плюнула пойду думаю я делать дела свои поеду список оставила на столе что забрать вещи очень большие как он их заберет куда положить я не знаю вот музыкальный центр который стоит на кухне высоко-высоко да сколько же поворотов то сейчас поверну и будет меня видно извините музыкальный центр представляет собой две огроменные колонки как раньше и сама середина музыкального центра в принципе Даня любит этот центр но мы его не слушаем ну как его зачем его слушать если мы можем слушать любую музыку в ютубе мы слушаем и сразу смотрим клип мы не пользуемся радио мы пользовались радио только в машине так мы в общем на кухне не нуждаемся поэтому я хочу чтобы он его забрал в случае переезда эта штука мне совершенно не нужна огромные вещи на балконе на полках и огромная сумка в кладовке и настольные игры в больших коробках тоже в кладовке и по мелочам в кладовке но не знаю что он реально заберет очень хочу чтобы все забрал это мое переживание по поводу того что я находилась в напряженном ожидании ему нельзя писать смс когда ты приедешь поэтому я не пишу смс человек такой возбудимый во всех смыслах этого слова что писать такие смс нельзя его лишний раз будешь раздражать вы поняли сколько чувства в этой смс так дяденька хочешь чтобы я ехал ну ладно давай я буду ехать куда ты меня пропускаешь оказывается он забыл включить поворотник пользуйтесь поворотниками это тетенька была и не будьте похожи на дядю по сережкам поняла что это тетенька такая короткая стрижка и рубашка хорошо что я не в германии я имею право так сказать так вот поход к косметологу ну что я очень это боюсь я не хожу хожу где-то раз в пять лет дело в том что у косметолога нужно ложиться а я не могу лежать если я ложусь я кашляю кашляю я так что я напугаю кого угодно даже несмотря на то что всякая пандемия уже давно закончилась вот я кашляю людей это пугает и если я могу не кашлять я стараюсь этого не делать у косметолога я была когда когда родилась вика и мне тогда рекомендовали что-то но из-за того что грудное вскармливание ничего было нельзя сказали переждем приходите потом еще я заметила такую тему у косметологов они всегда какую-то косметику распространяют и начинают тебе ее продавать активно и вот у последнего косметолога я была тогда она мне написала очищение увлажнение питания я уже выучила эти божественные три слова только меня смущает что все это стоит тысячи купить надо именно у нее поэтому я больше не пошла к ней а сейчас я подумала что косметолог мама моей ученицы не будет же мне что-то такое втюхивать так а парковки то нету куда я приехала еду я дальше в общем она сказала ложитесь я говорю я не могу лежать тут мы стали обсуждать почему я не могу лежать я ей сказала что я закашляю она говорит хорошо как же вы спите я говорю я плохо сплю я засыпаю в определенной позе короче очень неприятно вот все это про себя рассказывать и объяснять и вообще инвалид это такой человек которому все не ловко и не удобно потому что нафиг не хочется никому про тебя ничего такого неприятного рассказывать хочется всем одного и того же всем хочется выглядеть благополучными легкими молодыми летящими позитивными а тут ты говоришь я не могу это я не могу то я не могу другое и чувствуешь себя хуже 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 с каждой этой фразой в общем мы с ней договорились что я не ложусь что она сидя осматривает мое лицо она пришла в полный ужас трогала вот так пальчиками что-то растягивала ее лицо становилось все грустнее все серьезнее и вы знаете у меня так портится от этого настроения она такая ну что вот давайте так вот что можно а как же все процедуры лежа как же я вам буду что-то делать ну то есть массаж какой-то там еще что-то похожее на УЗИ и куча куча всего это все делается лежа я говорю сколько минут она говорит ну 20 я говорю давайте днем я приду когда-нибудь днем днем я меньше кашляю и попробую лежать ну я могла и тогда начать лежать сегодня и в первый раз но пускай она эту мысль переживет и поймет что я кашляю потому что с ее даже угу я лягу буду кашлять а ее-то лицо рядом со мной и она учитывая все эти пандемии страхи будет меня бояться на протяжении всего времени я это знаю поверьте моему 46-летним опыт поэтому я ей даю время она привыкнет к этой мысли она сказала мне ну спросила меня что я делаю я говорю я ничего не делаю я зимой использовала крем какой бархатные ручки она говорит ну ладно ну хотя бы бархатные ручки пускай а чем вы умываетесь я говорю водой вы умываете лицо водой ну вот это шутка да когда мужики говорят почему ты не можешь водой мыть лицо ну да косметологи считают что не можешь ты лиц водой они считают что это преступление века в общем она мне рекомендовала обязательно умывать лицо не водой а молочком каждое утро и каждый вечер независимо от того наносила я косметику или нет в этот день а также она мне рекомендовала после молочка сразу же я так напрягаюсь чтоб это вспомнить мне все это очень трудно дается косметология после молочка сразу же тоником дальше идет непереводимая игра слов на местном диалекте про ph про высушку кожи про баланс вот в общем после молочка нужно обязательно тоником потому что что-то там происходит химическое водой нельзя вы можете себе представить еще она сказала ну чем же вы моете я говорю ну иногда гелем для душа а вы еще больше сушите кожу в общем ну да как бы с профессионалами мне говорить действительно сложно потому что я такая дядька и они в шоке они в шоке лучше наверное приходить и врать да говорить я умываюсь молочком я это я то и тогда тебе будут говорить о молодец у тебя хорошая кожа кстати надо попробовать так и сделать пойти к другому косметологу вот ну короче говоря что она реально рекомендует биоревитализацию это каждый полсантиметра укол и так я и увидела ее когда пришла на первый урок у нее было лицо в волдырях она сказала не пугайтесь вот она сама себе оказывается я уточнила делала эти уколы это где-то 3500 стоит и это именно комплекс витаминов которые заходят внутрь ну то есть мы можем фантазировать что наши крема туда заходят какие-то лифтинги можем фантазировать что даже с вот таким УЗИ такой аппаратик который вводит и лекарства туда заходят ну как в физиотерапии типа можно фантазировать что это тоже проходит вглубь но реально вглубь проходит я так я так ощущаю с иголкой да с иголкой точно туда попадает все остальное мне кажется это все полная ерунда вот ну вот так я сходила я в очень удрученном настроении вернулась сейчас слава богу я чуть-чуть развеялась сделала прическу посмотрела ютубчик она сказала что маска два раза в неделю а я еще и спросила можно не покупать ничего а из народных средств пожалуйста как-то раньше люди жили она сказала ага но я говорит себе делаю вот интересно да себе делай а мне это вначале не посоветовала и сказала она мне такую маску овсянка мед и сметана говорит овсянку и прям чуть-чуть туда сметанки капельку потому что без жира маски мне нельзя сухая кожа значит нужно ее ужирнять буду жирная вот но тоже сказала не меньше двух раз в неделю все девчонки побежала я по делам с этими своими бумажками не знаю вся жизнь в бумажках нету расписания уроков есть расписание посещения МФЦ пенсию мне пока что так и не назначили льготы я никак не оформила но я теме оформила соц такси не знаю воспользуется ли он когда-нибудь этим и я вам покажу если смогу вечером действительно ли папа что-то забрал а может не покажу потому что я при детях не хочу эту тему подымать если папа выносит вещи мне кажется они будут нервничать мы не виделись с папой я даже не знаю сколько вот в гостях тогда виделись и все он очень старается весь этот год даже больше он присылал менее десяти тысяч на ребенка в месяц где-то пять а вот сентябрь он прям старается больше больше десяти на ребенка вышел больше десяти ну вот сегодня у него по нулям не помогает по меркам российских разведенных женщин наш папа просто это сказали то герой молодец весь хоть что-то пересылать типа многим и пятьсот рублей в месяц до восемнадцати лет переводил ранее кто мне рассказывали а я считаю что отец должен содержать своих детей извините у меня такие европейские взгляды вот в швеции извините я буду работать одной рукой в швеции никаких алиментов неделя у папы живет ребенок неделю у мамы живет ребенок кормит поет водит в садик в школу игрушки там одежда там кормежка там неделю у другого родителя никто никому не должен вот это я понимаю это нормальное воспитание у нас попробуй такое скажи давай у тебя дети недели поживут он даже их в гости не приглашает потому что понятно в каких условиях он там живет в одной комнатке снимает одну комнатку а для тех кто недавно на моем канале мы разошлись 1 июня двадцать первого года 0 1 0 6 2021 вот все давайте возвращаюсь домой 16 часов тема говорит что марсель не приезжал я в шоке как можно так рассчитывать время или просто наплевать на людей которые ждут хорошо что я не собрала какие-то тяжелые вещи сама а то я бы еще и сердилась что я уставала а он так и не пришел теме уже несколько раз за эти дни говорила закончились продукты он не реагирует он только заказывает сладости и какие-то чтоб побаловать себя и детей вкусности мороженое сейчас говорит хочешь роллы я говорю хочу он говорит какие во сколько я ему сказала в 16 часов сейчас будем есть роллы что простые продукты не хочет заказывать не считает это нужным серьезным что я буду еще готовить уставать ему кажется мыть посуду да мне тоже так кажется на самом деле просто когда у меня там несколько копеек на карте а он хочет роллы такой дисбаланс ну ничего это же неплохой дисбаланс я в короткой куртке снова потому что в машине и мне уже не нужна та белая длинная куртка представляете потому что в ней жарко в машине вот такая жизнь изменчивая пишите как ваши дела аааа получается ли у вас спокойно спать мне не получается я засыпаю и мне снится вся эта вот политическая ерунда и снится и снится не знаю как стараюсь не смотреть не читать тадададам это наш второй обед первый обед был бульончик с рисом аааа здесь чем но с курочкой куриный бульончик так ну что мы прям рекламируем аяши мы взяли два набора но они очень маленькие пять штучек вот так пять штучек аяши тёма ты тратишь деньги ты любишь тратить деньги на роллы да почему ты не любишь тратить деньги на продукт на продукт я тоже тратить тоже любишь тратить там же был ролик про четыре килограмма макарон да четыре килограмма макарон целы так дети подарили утром по одному цветочку воспитателю и по одному цветочку няне а еще вечером вторая воспитательница поэтому сейчас я потащу еще два гербера главное не забыть так эти карты красочно смотрятся и цветочки на фоне карты ты чё недовольна что я пришла? я у меня сердечко так поворачивают налево в Питере четыре ряда раз два три четыре причем мы в третьем ой я больше не могу я больше не могу а чего мне библикать? мне некуда а забрал ли в Марсель вещи я расскажу вам в следующем ролике сейчас монтирую вам времени 6 утра всех люблю не забудьте поставить лайк